МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале АТВ-2 вы смотрите новости общественного телевидения Наукограда. В студии Антонина Лемкова. Евгений Андреев, здравствуйте. Сначала коротко о главных темах выпуска. Будет ли ремонт бийских дорог? Сколько денег закатают в ямы и ухабы? Пришло время расставить лайки. Бичан просит оценить работу регистратур в поликлиниках. Аппарат УЗИ и медицинское помещение. Селу требуется. Селяне просят. Ну, начнем выпуск новостей неожиданно с погоды. Ну, собственно, как и сама погода сегодня стала полной неожиданностью для бийчан. Не успела разгуляться оттепель, как вновь вернулись зимние метели. Сегодня в первой половине дня на дорогах города видимость не превышала 50 метров. Порывы ветра временами достигали 22 метров в секунду. Мелкие ДТП вызвали серьезные заторы. Сотрудники ДПС перекрыли междугородние трассы. По прогнозам синоптиков, такая ветреная и снежная погода пришла к нам на две недели. Но, между тем, недолго и оттепель успела обнажить главную проблему автомобилистов – дороги. Ну, точнее, их отсутствие. Сколько денег планируется потратить в этом сезоне на ремонт? И где он начнется в первую очередь? Выяснила Татьяна Синаренко. Наступает весна, снег тает, а из-под него появляются ямы и колдобины. Многие водители заметили, что состояние дорог в нашем городе в этом году значительно ухудшилось. А некоторые даже сравнивают их с лунными кратерами или с дорогой после военных действий. В общем, так или иначе, но объезжать эти самые выбоины и колдобины становится все сложнее. По сравнению с тем годом такого не было. По зеленке езжайте, там вообще страшно. Честное слово. Я не знаю, со снегом что ли месяц уходит или что. А Трофимова? Как сейчас, что через месяц будет, я не знаю вообще. Их каждый год все больше и больше. А почему? А потому что снег не убирается. И весенняя вот эта вот водичка с морозиком, она рвет асфальт. И он разбивается в лед. Мало построить дороги – это еще ни о чем. Их нужно правильно содержать. Попадая в ямы, водители прежде всего попадают на деньги. Количество ям на дороге прямо пропорционально выручки на станциях техобслуживания. Пробивают шины, загибают диски об эти ямы. Это очень сильно сказывается на подвеске, но, как правило, люди с дефектами подвески, с ремонтом подвески, они будут обращаться уже существенно позже, когда снег растает и более-менее начнут ремонтировать дороги, то есть устранять эти ямы для того, чтобы новые детали подвески не портить об эти ямы, так скажем, на этом дорожном покрытии. В настоящее время средствами дорожного фонда города предусмотрено расходование денежных средств в сумме 17 миллионов рублей, это на капитальный ремонт и строительство новых дорог. Кроме того, в рамках договоров на текущее содержание автомобильных дорог наши подрядчики затратят порядка 3 миллионов рублей. Но уже сейчас можно сказать, что этих средств будет недостаточно, поскольку на сегодняшний день на ямочный ремонт города требуется более 10 миллионов рублей. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровский, новости ОТН. И весьма кстати, правительство России выделило значительную сумму на строительство и реконструкцию дорог. Почти 70 миллиардов рублей направлено в регионы. За счет этих средств приведут в порядок трассы регионального, межмуниципального и местного значения. По мнению правительства, это позволит в текущем году увеличить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования. В целом, подписанным постановлением поддерживается реализация крупных и особо важных проектов. Алтайский край по государственной программе развития транспортной системы получит на автомобильной дороге 1 миллиард 278 миллионов 686 тысяч рублей. Это довольно солидная сумма по сравнению со многими регионами. К примеру, соседние республики Алтай выделяют 94 миллиона 662 тысяч рублей. Еще одно сообщение для автолюбителей. Ну, правда, теперь не столь приятное. С 1 апреля должны подорожать полисы ОСАГО. Российский союз автостраховщиков направил в Центробанк предложение по стоимости полиса автогражданки. На данный момент информация не полная, но до 30% увеличения будет по ОСАГО с 1 апреля. В среднем у кого класс уже не третий, то есть будет где-то около 25%. То есть, если он безубыточный договор был, 5% скидки получается, он так как переходит на класс выше, да, и 30% получается повышение с 1 апреля. И в среднем получается 25% повышение где-то по ОСАГО. Минувшей осенью автостраховка подорожала почти на четверть, поскольку были увеличены выплаты по ремонту. Теперь базовый тариф, согласно расчетам независимых экспертов, должен вырасти как минимум на 30%, то есть в среднем на 1000 рублей. Страховщики объясняют подорожание тем, что с 1 апреля в три раза вырастут выплаты за травмы и гибель людей при ДТП. Если ранее они составляли максимум 160 тысяч рублей, то теперь могут достигать полумиллиона. К тому же инфляции и курс иностранной валюты повысили цены на запчасти и ремонт машин. А все это закладывается в стоимость полиса. Так что те автовладельцы, у кого в ближайшее время завершается срок действия ОСАГО, еще могут успеть застраховаться по старой цене. Ветеранское движение, работа с одаренными детьми в системе дополнительного образования, проблемы местного здравоохранения. Эти и другие вопросы с жителями Бийского района сегодня обсуждал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. А началась встреча с годового отчета депутата. В зале главы сельсоветов, представители общественных организаций, самые активные и неравнодушные жители Бийского района. Отчет депутата Государственной Думы от Алтайского края длился 40 минут. Мировая политика, российская экономика – главные темы сегодняшнего дня. Большое внимание в докладе Александр Прокопьев уделил проблемам здравоохранения. О них он знает не понаслышке. У меня такое пожелание, просьба помочь нам стать участниками федеральной золевой программы из лучшего развития сельских территорий на 2014-2017 год и до 2020 года. И в соответствии с этой программой 684 лечебно-профилактических утверждений вновь будут построены, а это папа и врачебная амбулатория. И вот население села Малого Брюма позволяет построить там врачебную амбулаторию или общую врачебную практику. – Любовь Викторовна, я ваше обращение понял, если тем более вы документ передали, тогда я прекрасно понимаю, что распределение приоритетов идет действительно где-то, возможно, в каком-то районе финансирование таких учреждений необходимо более, чем, допустим, в нашем районе. Но, тем не менее, на перспективу, на 15-й, на 16-й, 17-й год я этим вопросом займусь. Александр Прокопьев займется решением и другого, не менее серьезного вопроса малоугреневцев. Глава сельсовета Сергей Попов рассказал ему о необходимости укрепления берега реки. Краевых средств на это недостаточно, поэтому он попросил поднять вопрос на федеральном уровне. После отчета в администрации Бийского района Александр Прокопьев отправился лично посмотреть ситуацию в нескольких селах. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН. С какими вопросами еще пришлось столкнуться депутатам во время поездки по селам, мы расскажем в следующих выпусках новостей. А сейчас о том, какой вал вопросов получил депутат накануне. Озвученный Александром Прокопьевым на этой неделе, новый проект вызвал небывалый интерес как среди профильных специалистов, так и у журналистов Бийска. Специальная пресс-конференция была посвящена молодым ученым Наукограда. В Наукограде, как говорится, сам Бог велел заниматься именно молодыми, перспективными людьми, которые готовы заниматься наукой. Могу сказать, что в стране у нас не так много того фонда интеллектуального капитала, тех мозгов, которые, допустим, были накоплены на территории оборонного города с оборонными предприятиями. Проект «Молодые ученые Наукограда» стартовал, и выиграть от него в итоге должны все и талантливые молодежи, и предприятия Бийска. Выпускники смогут трудоустроиться, и у них будут все условия для самореализации. Предприятия получат высококвалифицированные интеллектуальные кадры. Сейчас, когда в стране стоит задача по импортозамещению во всех отраслях, очень важно, чтобы экономику делали люди умные, творческие и с идеями. Суть проекта в презентации и защите уникальных интересных разработок для производства. Первый конкурс молодых ученых стартует уже осенью. Итоги будут подведены только в 2016 году. Призов будет несколько. Это трудоустройство, ведомственная квартира, стажировка за рубежом и, главное, инвестирование коммерчески ценной идеи. Однако, чтобы проект был реализован в полной мере, требуются совместные слаженные действия Алтайского биофармацевтического кластера и администрации Бийска. Их представители также приняли участие в пресс-конференции. Они дали свою оценку этому проекту. В целом, безоговорочно поддержали идею Александра Прокопьева. В результате, и они получат новый уровень развития, и, конечно, наш город, Наукоград и оборонная промышленность, и в том числе предприятия Алтайского биофармацевтического кластера, получат хороших, нужных ученых, специалистов, руководителей, которые нам так нужны. На сегодня, к сожалению, те молодые люди, которые чувствуют в себе силы и возможности, и они имеют какие-то хорошие идеи, задатки, они все равно, понимая, что эти идеи будут востребованы, они, к сожалению, уезжают из города. И наша задача именно здесь у нас на месте создать такие условия, чтобы они могли реализоваться в городе Бийске. И к другим темам. Алтайский край присоединился к проекту «Поликлиника начинается с регистратуры». Особый конкурс объявило Министерство здравоохранения. Его цель – совершенствование работы и регистратур в поликлиниках. Полис, паспорт, пластиковую карту, пожалуйста, приготовьте. Бийчане тоже примут участие в этом конкурсе. Оценить работу регистратуры сможет каждый, пришедший в поликлинику, заполнив анкету в анонимной форме. Желающие смогут даже отправить фото понравившейся регистратуры. Определять победителя будет Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Лучшей будет признана региональная поликлиника, набравшая наибольшее количество положительных отзывов граждан. Информация о поликлиниках победителя будет направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации, где независимая комиссия до 1 октября 2015 года определит лучшую регистратуру страны. В качестве критериев будут учитывать организационные условия. Это формирование и распределение потоков пациентов, своевременная запись и регистрация больных на прием к врачу, в том числе с применением информационных технологий. Также оценивать будут вежливость и внимание сотрудников к пациентам. Конечно, мы наслышаны о том, что сейчас объявлен конкурс на лучшую регистратуру. Конечно, пытаемся всеми усилиями соответствовать, насколько можем. Постоянно улучшаем свою работу. У нас 45 тысяч прикрепленного населения, мы находимся в центре, и мы поэтому даже иногда не знаем, сколько мы обслуживаем население в день. Очень много народу идет. И, конечно же, ближайшие селы, ближайшие учебные заведения, все студенты к нам. Пытаемся всем. В первой помощи никому не отказываем. Никому. Ну, если не можем сами, то, значит, направляем. Мать и дитя рядом. Подсказываем, куда обратиться лучше. Какой замечательный конкурс. Обязательно надо будет принять участие в вопросе. Так, а у нас на очереди традиционный звонок из тела. На днях в Красногорском состоялась торжественная церемония. Александра Дмитриевна Самарина, заведующая отделом культуры администрации Красногорского района, расскажет, что это было за мероприятие. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте. В актовом зале администрации Красногорского района глава администрации Михаил Иванович Дайбов вручил первые юбилейные медали 70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ветеранам, дружинникам тыла, узникам фашистских концлагерей. Всего 354 уроженца района получат эту награду. Глава, для свидетельства свое глубокое уважение к их подвигу, пожелал крепкого здоровья и благополучия. В торжественном мероприятии приняли участие солисты и творческие коллективы Красногорского районного дома культуры. Вручение юбилейной медали в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, признание нефанильных заслуг в историческом незабываемом подвиге. Да, это действительно незабываемый подвиг, полностью согласна с вами, поздравляем ветеранов, спасибо за звонок и до свидания. До свидания. Дорогие друзья, если новости есть у вас, делитесь ими, мы ждем звонков от каждого из вас. Ну и, конечно, напомню, телефон нашей редакции 31 10 50. Звоните. У нас на сегодня это все новости, но не спешите переключать канал, эфир ОТН продолжается. Злоупотребляла доверием своих клиентов. В мошенничестве в особо крупном размере подозревают учредителя бийского агентства недвижимости. Дело возбуждено по 159 статье. В результате мошеннических действий она присвоила более 2 миллионов рублей. Какое наказание ждет женщину, вы узнаете в программе «Участок 112» сразу после выпуска новостей. Мы на этом с вами прощаемся, но не переключайтесь. Далее полезная информация о том, где выгодно купить весеннее пальто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!